Здравствуйте! Это «Картина мира» и я Михаил Ковачёк. Сегодня мы поговорим о договоре о ненападении, подписанном правительством Советского Союза и Германии в августе 1939 года. Этот договор именуется сегодня многими «Пактом Молотова-Риббентропа». Сегодня в программе. Мир между двумя мировыми войнами. Почему Вторая мировая стала продолжением Первой и когда она началась? Первые жертвы нацистской агрессии. К чему привёл англо-французский сговор с Гитлером? Броневая защита и твёрдая дипломатия. Как наша страна создавала новые виды вооружений накануне войны? Сегодня у нас в гостях выдающийся российский, советский историк Наталья Алексеевна Рочницкая. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот вы знаете, сегодня мы хотим поговорить, как мы с вами и договаривались, о Пакте Молотова-Риббентропа-Молотова. На самом деле я бы хотел, предваряя начало нашей беседы, сказать следующую вещь. Вот, уважаемые телезрители, значит, вы знаете, в 1914 году началась Первая мировая война. В результате этой мировой войны произошли совершенно грандиозные события, которые привели к распаду Австро-Венгрии, Российской империи и Германии тогда уже. Образовала целая серия новых государств. Это была Австрия, Венгрия и Чехословакия, выпавшие из Австро-Венгрии. Это была Польша, которая... Румыния. Румыния ещё, часть, кусок, там Трансильвания была, как я помню. Королевство сербов, Хорватов, Словенцев. И дальше Польша как бы приросла за счёт России, плюс Эстония, Латвия, Литва. И вот этот кусок Польши, который от нас отказался. Короче говоря, произошёл передел мира, который в первую очередь создал совершенно новый пейзаж Европы. И тогда был подписан Версальский договор, который очень сильно, не будем вдаваться в детали, урезал права Германии. Сегодня такая есть точка зрения, что фактически Первая мировая война, это была не Первая мировая война и начавшаяся 1 сентября 1939 года, вторая. Это просто был, так сказать, второй этап той единой войны. Очень важно посмотреть, что происходило в эти годы. Вот после Версальского договора, что происходило с Европой, Германией, Польшей, как себя вели англичане и французы, поддерживаемые американцами в каких-то местах, что происходило и почему советское правительство было вынуждено фактически подписать этот договор. Мне очень импонирует ваше желание начать с Первой мировой войны. На самом деле, вы правы, Первая мировая война имела результатом больший крах, вообще традиционно держав нового времени до нескольких веков, чем даже вторая. Образовалась Восточная Европа, которой не было как-то таковой. То есть ярус никому не подконтрольных, слабых, с неопределёнными никогда раньше границами государств от Балтики, которые на самом деле, вот эта ось геополитическая, кто ей владеет, так сказать, кто её контролирует, тот и наиболее влиятельная держава вообще в Европе, на Евразийском континенте. Россия не просто, так сказать, распалась или потерпела крах Российской империи, в России произошла революция. И в Германии потом. И в Германии тоже. Она, правда, там как-то больше заплевнулась. И произошёл крах, так сказать, цивилизации ещё. И Россия была потом закрыта западными державами, действительно, санитарным кордоном. Вот мне кажется, что вот в этот период как бы произошло такое обострение резкого. Образовывались фашистские режимы и Салазара, и Франка. И это происходило тоже очень жёстко. Почти всюду Муссолини пришёл к власти, там пришёл Германии. То есть это было такое совершенно абсолютно новое... Вот европейские либералы очень хотели этой мировой войны и часто сочувствовали не собственным правительствам. Это вообще свойственно таким транснациональным идеологиям. Сочувствовать не собственному правительству, не национальной победе, а утверждению их идеи. Ну, как Ленин, превращение эпериалистической войны в гражданскую, да? Желать поражение собственной стране, конечно. Так вот, что же эта Первая мировой война? Она вот на волне... Чем она вообще отличалась от даже огромных по своим масштабам действий, скажем, Наполеона, который прошёл всю Европу? Эта война оказалась мировой по своим масштабам, не только по участию количества стран, затронутых... Миллиард людей. Материалу, военных действий, разрушением, применением химического оружия. И вот это рождало во всех почти странах, причём самой разной цивилизационной основой отторжения. Фашистские явления, я не говорю нацистские, но фашистские явления, то есть гиперэтотизм, превращение церкви в служебный инструмент, подавление, так сказать, узурпация представительной... исполнительной власти представительной, авторитарные явления, то есть гиперэтотизм, они появились везде. В скандинавской Европе, то есть протестантской, ну, в Германии, в романской Европе, в Испании, в Италии, во Франции, в Греции православной и даже в полумусульманской Албании. Это не случайно. И Германия, между прочим, она от Карла Каутского, любимца Сталина, Ленина, пардон, да. От Карла Каутского до, так сказать, аристократа австрийского Отто Карра фон Чернина, министра иностранных дел, они, прочитав программу из 14 пунктов Удер Вильсона, «Мир без аннексии и контрибуции», там это всё на арбитраж международных, они ждали другого мира и были в ужасе от того, что сделали с немцами. Немцы после Версаля потеряли территорию в 3,5 миллиона километров, население в 5,5 миллионов и 75% промышленного производства. Всё это Альза Слотарингия отошла в Францию. Там Познане и прочая, там очень часть Пуссии, всё это было отдано Польше. Да, Германию они просто, и Австрию они просто раскроили на кусочки, и немцы, как пишут некоторые исследователи, потом 20 лет пытались избавиться от этого. К сожалению, мы видели, что родился такой уродливый плод в виде германского нацизма. Но самое интересное, что вообще, если мы берём Вторую мировую войну, и вот эту Гитлер между Западом и Востоком, на кого первого напасть, то, что он собирался напасть... Напасть это было очевидно. Очевидно, помню. Это даже Киссингер в своей книге «Дипломатия» цитирует Гитлера. Если Запад так глуп и слеп, что не понимает, что всё, что я делаю, направлено против России, потому что там вожделенные территории приращения, то я сначала пойду на Запад и со всеми накопленными силами, которые будут вождены, потом уничтожу Восток. Так и было. Но борьба была на самом деле за Восточную Европу, за её перекройку, потому что сформировавшиеся вот эти нарисованные по британским лекалам, не было таких границ, не было таких государств, там не было ни единого населения, там Австро-Венгрия, вот эти славяне, Румыния и Венгрия, всё это было перемешано. Но надо посмотреть, как вели себя, прежде всего, англосаксы, которые вершили. Тогда это, когда они вершили. Они вершили. Сначала был совет четырёх, потом там десяти. Но это они создали же Лигу наций тогда, Вудро-Вильсон. Да, да. Но я знаете, что я не понял? Ну, Вудро-Вильсон же, он же был очень недоволен итогами. И в итоге американский конгресс забаллотировал, не ратифицировал Версальский договор. Там очень интересно было. То есть они создали по предложению Вудро-Вильсона Лигу наций, грубо говоря, но сами не стали её членами. Сами не вошли. Но в этот совбест, где была Италия, Великобритания и Польша, они туда вошли. Ну, как говорится, силы международные, с которым было тесно в тех границах, которые очень разбогатили, они считали это большой ошибкой. И уже начиная где-то с плана Дауэса, который добровольно приняла Германия, они начинают опять входить в Европу и так далее. Но главным, конечно, тогда всё-таки Британия была. Далее. Вот говорят, вот этот спусковой крючок Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббинтонова. Простите. Уже к 1938 году Япония там Нанкинии порезала и так далее. Италия применила химическое оружие, напала на Абиссинию, там, Эфиопия и так далее. Причём Лига наций... Причём Лига наций молчала, когда Китай умолял. Молчала. Китай умолял. Более того, там Франция ограничилась какими-то декларациями, а Рузвельт заявил о своём нейтралитете сразу. То есть война уже шла, то есть она не пришла. К этому времени аншлюз Австрии был полностью. Австрия уже произошёл. И даже Мюнкинский сбор наступал. Москва, культурно-просветительский центр, выставочный зал федеральных государственных архивов. Здесь собраны сотни уникальных документов, которые указывают на истинные причины начала Второй мировой войны. Здесь же неоспоримое доказательство попыток СССР сохранить мир. На выставке, посвящённой событиям 1939 года, впервые показали оригинал договора о ненападении, подписанного тогда Москвой и Берлином. Ранее аналогичные пакты Германия подписала с Польшей, Великобританией, Францией и Эстонией. Договор, который называют пактом Молотова-Риббентропа, дал Советскому Союзу почти два дополнительных года, чрезвычайно важных для подготовки к предстоящей войне. Благодаря заключению Советско-германского договора о ненападении, СССР сохранял нейтралитет и не обязан был воевать ни на стороне Германии, ни на стороне западных держав. Впрочем, Гитлеру ничего не стоило нарушить любые соглашения. Чувствуя свою безнаказанность, он целенаправленно уничтожал версальскую систему международных отношений, озвучивал планы по продвижению на восток. Первой из стран жертв нацизма стала Австрия, сдавшаяся фактически без сопротивления за два дня. Ведущие мировые державы того времени, Франция и Великобритания, никак не препятствовали этому. Единственным, кто открыто осудил Гитлера, был Советский Союз. Москва предлагала сформировать систему коллективной безопасности. Париж и Лондон всеми доступными способами уклонялись от подобных решений. Яркий пример – московские переговоры военных миссий трех держав летом 1939 года, которые, по сути, были саботированы иностранными коллегами. Советская военная миссия была наделена всевозможными полномочиями, вплоть до подписания военной конвенции. Однако французы ехали на переговоры, имея полномочия только вести их. А англичане вообще ехали ни с чем. Обнародованные документы свидетельствуют, что западные страны вели двойную игру, рассчитывая на восточную экспансию Германии и стремясь обеспечить таким образом свою безопасность. В 1938 году возникло соглашение, получившее в истории дипломатии название «Мюнхенский сговор». Фактически Великобритания и Франция в нарушение прежних договоренностей предательски бросили суверенное европейское государство – Чехословакию. На этом строилась так называемая политика умиротворения гитлеровского режима западными демократиями. Советский Союз снова единственный, кто был против. Когда договорились о расчленении Чехословакии, даже не пригласив на эти переговоры чехов, их держали в отдельной комнате и их ознакомили только потом с результатами подписанного договора. Советский Союз к этим переговорам тоже не привлекли. Население Чехословакии в то время составляло 14 миллионов человек. Из них 3,5 миллиона – этнические немцы, большая часть которых жила в пограничной с Германией Судетской области. Ее и еще часть соседних районов Гитлер получил сразу, вместе со всем имуществом, включая вооружение. В течение последующих месяцев постепенно вся страна потеряла свою независимость. Союзницей Германии в разделении Чехословакии стала Польша. Ей досталась Тишинская область. А еще мечты присоединить советскую Украину с выходом к Черному морю. Такая претензия прозвучала в дипломатической беседе министров Польши и Германии за 9 месяцев до начала Второй мировой. Но вместо этого поляки получили удар в спину, вторжение вермахта и оккупацию своих земель на долгие 6 лет. А ведь до этого СССР предлагал им помощь и сотрудничество. В том числе и в случае военных действий просил у Польши разрешения пропустить советские войска через границу и открыть доступ к Германии. Но снова получил отказ. Так называемые умиротворители оказались в ловушке собственных интриг. Их такая политически безответственная и трусливая политика подвела мир к опасной черте. В этих условиях Советскому Союзу пришлось в одиночку решать текущие геополитические вопросы и заботиться о своей национальной безопасности. В итоге именно наша страна внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии, в освобождение Европы и мира от нацизма. И задача сегодняшнего дня – не допустить переписывания истории в угоду чьим-то политическим интересам. Мы видим, что множатся попытки фальсифицировать истории мирового конфликта. Хотят умолить или вовсе замолчать роль Советского Союза в разгроме нацизма. Пытаются обелить злодеев. Ставят на одну доску палачей и их жертв. Пытаются подвергнуть сомнению итоги войны и вердикты Ньюрбергского трибунала. Представленные в зале федеральных архивов документы неопроверженно доказывают. Именно Мюнхенский сговор и так называемая политика умиротворения окончательно уничтожили прежнюю систему безопасности в Европе, развязали руки Гитлеру и сделали Вторую мировую войну неизбежной. Западная держава, эти эталон демократии, санкционировала расчленение сначала, а потом признали захват полностью Чехословакии. Более того, если вы прочтете в текст, он просто вопиет. Мюнхенского договора. Там каждый пункт – это обуздание жертвы, а не агрессора. Запрещается вывозить мощности, значит, там что-то еще, науку. Ну все, все надо оставить. То есть они в Германии усиливали. И Польша, которая была страшно обозлена и унижена тем, что ее не пригласили пятым участником. Она же Тишинский получила Тишинскую селегу. Она провела военный демократ, ввела войска туда. Что такое была внешняя политика Польши? Сначала это был Юзеф Пилсудский, который мечтал до Москвы дойти. И дальше, когда сменил Юзеф Бек, министр иностранных дел во время 37, 38, 39 годов, Пилсудский сменил. Он полностью был последователем его. Мне говорили дипломаты, что у него был портрет Гитлера. И он все время предлагал ему услуги для завоевания Украины. Что Польша должна... Гитлеру поляки нужны были только для того, чтобы сделать более многосторонним свои вот эти демарши все ужасные, агрессивные. Тем самым как-то вовлечь других, что он не один. Не один. Дальше. Польша между Литвой и... Польша и Литва. Да. Ведь на самом деле, благодаря пакту Молотова-Рементропа, Литва получила свою сегодняшнюю столицу, Вильна, населенную на три четверти поляками тогда. А Вильна был тогда поляками? Конечно. Они еще получили мемель тогда же, всю часть Клайпеда нашей. И вот, и поляки мечтали об этом реванше историческом. И, безусловно, весь путь Версальской конференции до 1939 года, до начала Второй мировой, это последовательно, абсолютно, окружение Советского Союза. И такое, знаете, его обманывая. Все время держать на крючке, все время давать обещания и какую-то надежду на то, что можно создать коллективный какой-то... Это Запад делает. Да, да, да. И что складывалось? Лорд Саймон приезжает к Гитлеру в 1937 год, еще перед самым Маншлюсом. Гитлер спрашивает, как относится к австрийскому вопросу. Что же говорит лорд Саймон? Конечно, мы предпочли бы Австрию независимой, но, конечно, мы не можем так беспокоиться об Австрии, как, например, о Бельгии, которая находится в непосредственной близости от нас. От наших границ, да. То есть, Бельгию не трогай, Австрию так и быть берите. Пилсудский захватывает Западную Украину, Западную Белоруссию, и почему-то это не считается преступлением века, как то, что... Мы восстановили свои границы по братскому миру, до братского мира. Да, понимаете, это же... Дальше. Вот одну секунду, можно сказать, уважаемые телезрители, по Брестскому миру мы... Ведь Польша, при Екатерине Второй, было три раздела Польши, между Австро-Венгрией, Германией и Россией. Основная часть Польши, это была Российская империя. Теперь, когда рухнула Российская империя после Первой мировой войны, когда была революция, мы подписали Брестский мир, мы потеряли Польшу, мы потеряли Прибалтику... Мы ее отдали сами. Я ей говорю, мы отдали Польшу, Прибалтику, Западную Украину и Западную Белоруссию. Он ее захватил. В 20-м году он просто ее захватил. Захватил. Ну вот мы это потеряли. И там страшно были истязания православных, все же тяжелые. Я это сказал только как одну вещь, уважаемый человек, чтобы вы понимали. Российская империя обладала всеми этими землями сотни лет. Дальше мы это потеряли. И поэтому, когда вот происходило все перед войной, фактически, когда нас обвиняли, мы просто вернули назад земли Российской империи, которые были потеряны после Брестского мира. Кстати, выступает буквально через две недели, когда уже пошли наши войска занимать территорию, так все цивильно очень. Лорд Галифакс выступает в Палате Лордов и говорит, ну я не то чтобы хочу защищать и оправдывать, но все же. Они бы никогда этого не сделали, если бы Гитлер не начал сам. А во-вторых, это та самая линия, которую мы предлагали в Версале, это линия лорда Керзена. Да. Германия поглотила Австрию раз, и после этого в 1938 году, сведомо Даладье и Чемберлена, был подписан Мюнхенский договор, по которому как бы судец, речь шла о судецкой немецкой области, а потом заняли полностью все Чемберли. Значит, это уже мировая война. Германия Гитлер назначает дату нападения на Польшу 10 апреля в плане Вейс. Тогда вообще даже помыслов не было. Нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Советский Союз тогда допускал даже возможность договоренности с гитлеровской Германией. Это все буквально за две недели последние сложилось, когда последние надежды исчезли, что будет. И каждый раз оказывалось так, что доносила наша разведка, что главным препятствием Польши, которая категорически отказывается участвовать в каких-либо конфигурациях, направленных против Германии, и пропустить в случае необходимости для защиты. Вот Чехословакия, в Милосевский город, Советский Союз же ответил положительно на запрос Беннерша, готов ли Советский Союз выполнить свои обязательства. По договору с Чехословакой, который был. Если Франция одновременно выполнил, контрольственный был. Им через два дня был ответ из визы Сталина. Я эту лазерную копию документов в чешском парламенте выручала. Вот это все стало ясно, то есть стало ясно, Советский Союз оказывался в таком геополитическом мешке. По мнению современных историков, мюнхенская политика Запада, которая привела к разделу Европы, началась гораздо раньше. Еще в Азии. При молчаливом согласии Лиги наций японские войска захватили Маньчжурию, развернули войну в Китае, провоцировали военные инциденты у границ СССР, устроили сражения на реке Халхенгол у границ Монголии. О том, что происходило в те годы на Дальнем Востоке, какие цели преследовали японские милитаристы, сегодня рассказывают посетителям парка «Патриот». Здесь создана специальная экспозиция, посвященная тем событиям. В серединах 20-х годов, до практически начала Великой Отечественной войны, Япония каждый год отрабатывала, разрабатывала планы нападения на СССР. Для того, чтобы захватить жизненное пространство, необходимо им для создания Великой Азиатской империи. По данным историков, одна из целей столкновения на Халхенголе – стремление вынудить СССР отказаться от помощи Китаю или значительно ее ослабить. В этом случае японцы рассчитывали разрешить японо-китайский конфликт на своих условиях. Решительные действия японцев начались в тот момент, когда Советский Союз, по сути, оказался в международной блокаде. Дипломаты отмечали, что обострение на Дальнем Востоке устраивало ведущие мировые державы того времени – США, Великобританию и Францию. Появилась Япония такая, которую можно было подвернуть, как они считали, против Советского Союза. А потом и Гитлер появился, который четко считали, даже после нападения на Польшу, уж точно пойдет Гитлер против Советского Союза. Бои на Халхенголе проходили с мая по сентябрь 1939 года. По мнению историков, они стали проверкой Советской Армии на готовность к предстоящей большой войне с нацизмом. Именно здесь свой талант полководца впервые продемонстрировал будущий маршал Победы Георгий Жуков. Это был первый конфликт, который, собственно, такой крупный, скажем, с применением регулярных войск за пределами, опять же, Советского Союза, с участием Красной Армии и с применением самых современных на то время образцов вооружения и военной техники. Ежегодно на Халхенгол приезжают группы исследователей из поисковых отрядов. Благодаря экспедиции этого года удалось обнаружить останки 17 советских солдат и двух военных монгольской армии. Сейчас ведется работа по установлению их имен. Солдат наших там лежит достаточно много. Я думаю, что будет много известных имен. Он был найден солдат, у которого три были вещи с собой, допустим, котелок, ложка и опасная бритва, и все подписаны разными инициалами. Первой крупной победой советской армии на Халхенголе стал разгром японских войск у горы Баин-Цаган в июле 1939 года. События этого сражения можно проследить по документам Центрального музея современной истории России. Это крупное танковое сражение, попытка японского наступления. Они пересекли реку Халхенголу, и, соответственно, вот это японское наступление было отражено с помощью советских танковых войск. В конце августа 1939 года советские войска начали стремительно наступать и выдавливать противника с территории Монголии. Подписанный тогда же неожиданным для японских политиков и военных советско-германский договор о ненападении еще больше деморализовал Японию, правительство которой тут же подало в отставку. К середине сентября битва на Халхенголе завершилась окончательным поражением Японии, которая так и не решилась впоследствии напасть на СССР. В итоге серия военных и дипломатических решений помогла нашей стране избежать войны на два фронта. После Мюнхена на самом деле западные дипломаты осознавали, что для Советского Союза ничего не остается. Как поставить крест на попытках создать многостороннюю систему. Итальянский посол доносит, следующий будет раздел Польши, потому что иного не дано. Как можно Советский Союз после того, что Мюнхеном очень разочарован. Доносит французский посол речи Литвинова. Советский Союз очень разочарован Мюнхеном и понимает, по-видимому, придется нам увидеть, что Советский Союз оставит надежды на какое-то многостороннее, и там так названо это, и перейдет к индивидуальной оборонительной политике. Я цитирую западного дипломата. То есть то, в чем нас сейчас страшно обвиняют, имя было честно названо, как оборонительная, то есть индивидуальная эгоистическая политика по поиску спасительных для себя. Но она безвыходности, безысходности. В это время Гитлер был всемирно признанным лидером. И, на мой взгляд, вот если бы мы не подписали, то Китинджи пишет, Таллин обвел вокруг пальца Запад вот этим своим, они не ожидают, что будет. Договором. Да. Это изменило конфигурацию после победы. А почему? Сама конфигурация фронта, Гитлер пошел, значит, на восток, а потом, значит, она не предполагала возможность после победы англосаксам войти в Восточную Европу. Да, это факт. Она после победы становилась под нашим контролем. И это впервые, как пишет Тойнби, Европа, Запад, вернее, Запад, как нет, интегральный, да. Запад почувствовал на себе давление, нависание России, которое она тысячу лет чувствовала от Запада. Он признает, что это впервые только. То есть впервые, когда подписали? В 45-м году. Нет, в 45-м уже. В 45-м году, конечно. Но факт Молотова-Риббентропа, на мой взгляд, он предопределил именно будущее расписание войны и дальше конфигурацию. Вот, значит, был Германия, униженная Версальским договором. Она, так сказать, и потом Польша, ее претензиями, Селезией, Данцегом и этим всем. Она, в общем, как бы конвульсионно двигалась. Там Гитлер пришел к власти. В 33-м году, когда умер Гинденбург, он уже стал и тем, и другим, и президентом, и респ-канцером, и фюрером. Дальше он начал крушить, по сути, Версальский договор, его условия. Шаг за шагом. Шаг за шагом, последовательно. И в результате он поглотил Австрию, это был Аншлюз, и затем подписал, вынудил фактически Запад отдать ему Чехословакию. И занял ее, по факту, так? То есть он приблизился к Польше и к нам. И к Прибалтике. И к Прибалтике, конечно. И Запад не хотел гарантировать западные границы Прибалтики. Он дальше пошел на Запад, он оккупировал Францию, Бельгию, там все, что надо, да, Европа, не знаю, спокойно. Но мы, подписав договор, что сделали? Мы, грубо говоря, отторговали, во-первых, время. Факт, вот этот договор о ненападении. Первого сентября он вторгся в Польшу после этого. А мы заняли то, что принадлежало Российской империи. Ну, через 10 дней, через 2 недели, по-моему, мы это сделали. Более того, я вам все скажу интересно очень. Вы знаете, что по протоколу, там же были сферы влияния. И вот Литва входила в сферу влияния Германии. И ей грозила быть участь полностью поглощенной. Они обратились к Москве. Тогда? Да. Тогда, в течение месяца. В 39-м год месяца. В месяц. Да. И российское правительство вызвало Шуленбурга и просило передать, значит, в центр, что хотелось бы обменять какими-то зонами. Ну, в общем, чтобы отдать это нам. Нам, Литву, грубо говоря. Да, да. Ну, как зону влияния. Зону влияния. Немцы, значит, ответили, что это, ну, они готовы, но это для них огромная жертва. За это было заплачено золотом. А, вот так. И поставками зерновыми из Бессарабии. Германия. Мы Германия, да. Проходит некоторое время, заключается договор между Москвой и Вильнюсом, и Литвой. Да. И вот это все становится уже, что Литва. Что вы думаете? Доносит американский временный поверенный в делах норм. С утра город украсился национальными флагами. Люди обнимаются и поздравляют друг друга. К вечеру всюду играет музыка. К вечеру назначены праздничные манифестации. Это когда мы подписали... Мы с ними подписали и фактически гарантировали, вот вам подарок в Вильнюс, который мы изъяли из Гитлера. Значит, что получается? Значит, Германия устойчиво начала рушить Версаль, Аншлюс, Австрия, Чехословакия. 1 сентября 1939 года вошли в Польшу. Ну, с датой, которую Гитлер за много месяцев до этого, 10 апреля. Да, да, да. Значит, дальше они вошли в Польшу. И мы, по-моему, в середине сентября, мы заняли области, которые были раньше принадлежами Российской империи. Кстати, англичане, когда бомбили, они тут же начали бомбить Германию, точно вот до этой границы. До нашей, да. Они все это понимали и соглашались. Да, я знаю. То есть мы заняли фактически... Я хочу обратить внимание, что фактически вот по договору между Россией и Германией 1939 года, который называется... Там жамблируемые договоры, поэтому... Фактически что произошло? Советский Союз тогда, как бы вот договорились с Германией, восстановил свои границы на момент существования Российской империи. Да, вот фактически вам картина. И теперь мы выиграли что? Мы, во-первых, отодвинули границы и тем самым как бы смогли свои войска двинуть на запад, от столицы, от всего остального. Второе, мы получили передышку, которая позволила нам существенно укрепить оборонную промышленность. Почти два года. В Центральном музее Вооруженных сил России можно проследить чуть ли не всю эволюцию отечественной боевой техники времен Второй мировой и довоенного периода. Это артиллерийские орудия разных калибров, колесные бронеавтомобили, мощная гусеничная техника. Под открытым небом расположились настоящие легенды. Легкий Т-26, быстроходный БТ-2, трехбашенный Т-28. В свое время он был сильнейшим средним танком в мире. Тяжелый Т-35, уже с пятью башнями. У других держав подобного даже не существовало. Танк-крепость КВ с мощной противоснарядной броней. Рядом прославленные Т-34. Если мы берем Т-34 КВ, то немцы про них не знали вообще к началу войны. То есть для них это был такой неприятный сюрприз. Самая массовая, допустим, противотанковая пушка немецкая, 37-милитровая, пробить броню КВ не могла. К новейшим военным разработкам того периода были привлечены лучшие ученые страны, включая будущего руководителя атомного проекта Игоря Курчатова, который в 1941-м в Севастополе вместе с Анатолием Александровым создавал защиту кораблей от магнитных мин. Броневой институт, позже ставший Прометеем, который сегодня входит в состав МИЦ Курчатовский институт, уже в конце 1941-го создал цельнолитую башню из уникальной брони для Т-34. Такой технологией тогда не обладал никто в мире. Ведущие конструкторы развивали артиллерийские системы. Орудия становились компактнее, а их характеристики лучше. Увеличивался калибр, росла скорость вылета снарядов, повышалась точность стрельбы. Главными в годы Второй мировой стали противотанковые пушки ЗИС-2 и ЗИС-3 калибром 57 и 76 мм. Их отличала повышенная бронебойность. Для пробивания вражеских ДОТов создавались пушки еще большего калибра. По данным историков, наши орудия были мощнее многих зарубежных аналогов. На смотровой площадке экспонируется 210-мм пушка особой мощности БР-17. Улучшение технических возможностей вооружений велось с учетом всех изменений в тактике ведения боя. Увеличение дальности стрельбы артиллерии позволило ее располагать дальше переднего края противника и тем самым уменьшить уязвимость. В музее техники в подмосковном поселке Архангельское боевую технику не просто выставляют, а дают ей вторую жизнь. Вся она на ходу и регулярно участвует в исторических реконструкциях и съемках фильмов. Машины воссоздают из деталей и фрагментов, найденных на местах сражений. В течение года идет сбор деталей для, например, одного танка. И в течение 10-12 месяцев идет реставрационная работа, чтобы танк полностью сделать. Так реставраторам удалось собрать уникальный танк-амфибию Т-38. Плавающий танк служил для разведки и сопровождения пехоты. Он участвовал не только в конфликтах предвоенного периода, но и в обороне Москвы и освобождении Ленинграда. Вот эти вот деревянные плавки, чтобы он держался на воде. Самый настоящий грибной винт с поворотным механизмом. В отличие от зарубежных аналогов, советские танки были быстрыми и маневренными. Совсем не боялись грязи. Высокую проходимость обеспечивал особый рисунок гусениц, а специальное строение корпуса создавало дополнительную защиту при обстрелах. К примеру, легкий танк Т-60 за неуязвимость фашисты прозвали неистребимой саранчой. Танк Т-60 как раз, наверное, один из первых танков, где был применен в нашей стране угол расположения брони так, чтобы снаряды противника просто рикошетили. По данным историков, по мере ухудшения обстановки в мире накануне Второй мировой, советское правительство все больше средств направляло на создание новых видов огнестрельной техники и развитие обороноспособности страны. На вооружении появились динамореактивные пушки, скорострельные пулеметы, ракетные установки. Запускалось производство самолетов нового типа. Если объем индустриальной продукции во второй пятилетке возрос на 128%, то объем военной продукции возрос на 268%. Накануне и в начале войны СССР остался без союзников. Но благодаря заделам и разработкам довоенного периода наша страна смогла быстро внедрить новейшие виды вооружений и дать достойный отпор противнику, которому сдалась практически без сопротивления почти вся Европа. Европа, конечно, сдавалась. Она сейчас сдалась. Я понимаю, что мощь Германии и Дании это несравнимо, но все равно очень обидно читать в энциклопедии. Гитлер оккупировал Данию такого-то числа. Да, но странно... То есть там просто в один день это случалось. Но там называлось еще странной войной, когда он пошел на Францию, и они просто как бы отступили, пропустили его без единого выстрела. То есть они просто не сопротивлялись. Нет, не сопротивлялись никто. Я думаю, что после такого детального и глубокого анализа, который сделала Наталья Алексеевна вот сейчас, мы можем подвести итог. Европа – это такой живой, сложный организм в 20 веке, бурлящий. Были крупные игроки – Великобритания, Франция, Романо-Германский мир и Российская Федерация. И дальше были некие Срединные земли, я позволю себе так аккуратно сказать. Это была, грубо говоря, межа между двумя цивилизациями. Это сегодняшние, так сказать, небольшие государства, которые называют лимитрофами. Я отношусь с глубоким уважением ко всем этим нациям, но при этом мы с вами должны понимать, что были крупные игроки, взаимоотношения между которыми определяли всю картину. Что происходит сегодня? Значит, сегодня происходит некое переписывание истории, потому что, смотрите, была одна карта. Вот мы с вами поговорили, у вас была до Версаля одна карта, после Версаля другая, перед началом войны Второй мировой – Третья, а после нее – Четвертая, а сегодня опять – Пятая. Когда уходит поколение людей, которые были свидетелями этого, участниками, их дети, чем дальше это уходит, тем это становится, знаете, как для нас сегодня Куликова битва, например, а, скажем так, или там распад Византии. Значит, и в этом смысле этим и пользуются те, кому выгодно представить и навязать обществу другой взгляд на исторические события. Наша с вами задача – знать историю, знать, воспитывать своих людей на правильных традициях и на точном детальном знании того, что происходило. И заканчиваю, хочу вам сказать, мы великая страна, мы не захватчики, мы всегда несли правильные гуманитарные ценности. Политика – сложное дело, но в этом смысле мы всегда были на уровне тех стандартов, которые были приняты в мире, и вопрос подписания пакта о ненападении с Германией – это было абсолютно единственное правильное решение, к которому нас подвели и вынудили это сделать Великобритания и Франция, подписав Мюнхенский договор и поддержав Аншвест Германии и Австрии. При этом мы ничего не захватывали, а фактически мы отдалили войну и сделали так, что мы смогли ее дальше выиграть и восстановили свои границы Российской империи. И это правильное действие. Спасибо большое. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok